Слово На земле засиял небосвод голубой, а потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Сегодня нам предстоит еще одно путешествие в необычный мир православной иконы. И вы, наверное, уже догадались, что путь наш лежит в древнюю столицу Византийской империи – Константинополь. Мы возвращаемся в удивительный храм Святой Софии. Ведь там так много интересного. Помните, мы говорили о мозаике Божьей Матери в своде алтаря? Удивительная особенность этой мозаики в том, что Пресвятая Дева будто спускается к нам с небес. Справа от нее, чуть ниже в арке, мы видим изображение Архангела. Это Архангел Гавриил. Тот самый, который принес Деве Марии благую весть о рождении от нее Спасителя. Архангел как бы встречает Божью Матерь на пути из горних высот. Его крылья широко расправлены. Ноги и посох не касаются позюма. Тороки, повязки на голове, развиваются, как от ветра. Он смотрит на нас, но голова его слегка повернута к Пресвятой Деве. Мы уже знаем, как обычно изображается на иконах Архангелы. Поэтому не будем повторить, что значит та или другая деталь. Давайте лучше подумаем, что нового и необычного можно заметить на этой мозаике. Помните, мы говорили о том, что одежды Божьей Матери изображены необычно. Складки одежды направлены в разные стороны. И в этом проявляется особый художественный прием. Который называется как? Правильно. Ритм. На примере одежд Царицы Небесной мы видим ритм перекрестный, который и создает ощущение движения. А теперь посмотрите внимательно. Одежды Архангела изображены совсем по-другому. Складки его одеяния ровные и почти не пересекаются друг с другом. А как вы думаете, почему? Чтобы показать, что он не двигается. Божья Матерь спускается к нам. А Архангел уже здесь, уже рядом с нами. Поэтому ритм здесь не перекрестный, а спокойный, плавный. Вот как может влиять ритм на характер изображения. Можно сказать, что ритм – это волшебная палочка, с помощью которой можно передать движение на иконе или картине. В наших путешествиях мы еще не раз будем говорить о разных видах ритма. А сейчас давайте вернемся к мозаике Архангела Гавриила и еще раз внимательно ее рассмотрим. Что еще необычного можно в ней заметить? Чтобы нам легче было ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на какую-нибудь другую икону Архангела. Видите, на этой иконе фигура Архангела удлиненная, легкая, вытянутая вверх. А вот на мозаике изображение немного другое, более широкое, массивное. Как вы думаете, чем объясняется такая разница? Ведь мы уже знаем, что на иконе не бывает ничего лишнего или случайного. Чтобы разгадать эту загадку, давайте посмотрим на мозаику издалека. Присмотритесь. Хотя изображение не очень хорошее, но тем не менее можно заметить, что фигура Архангела уже не кажется такой широкой. Она становится более вытянутой, удлиненной. А знаете почему? Потому что мы смотрим на него сбоку. Вот в чем оказывается секрет древних мастеров. Они специально выложили икону Архангела более широкой, потому что она располагается на боковой стене. А когда смотришь на нее из храма, то изображение получается более узким. Видите, как интересно? Оказывается, пропорции фигур святых могут изменяться в зависимости от того места, где располагаются их иконы. Есть и еще один похожий прием. Чем выше располагается икона, тем больше она по размеру. Это делается для того, чтобы все изображения были соразмерными. И те, которые близко от нас, и те, которые находятся далеко. Вот почему самые большие по размеру иконы находятся высоко в куполе, а те, которые близко к нам, могут быть совсем небольшими. На этом нам пришла пора прощаться. Давайте еще раз взглянем на удивительную мозаику Архангела Гавриила перед тем, как ненадолго покинуть храм Святой Софии. Ведь впереди у нас еще множество необычных и удивительных путешествий. До новых встреч, дорогие мальчики и девочки. И храни вас всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok